Всем привет! Друзья, это Алекс. Не путайте с альбом Алексом, несмотря на то, что у него, видите, такой эракес. Это такой классный парень из Гамбурга. А я Юрий, да, я Юрий. Всем привет! Мы подходим к Манифача. У нас сегодня был очень интересный день. Мы прорывались сквозь грозы. Алекс, какой у нас был сегодня? Да, день был сегодня не скучный, насыщенный и очень мокрый, я бы сказал. Я поймал прям тонитки. Да, нитки. И что тебя спасло? Вот не промокалец, который я тебе выдал, понимаешь? Да, без него мне было бы совсем тяжело сегодня. А так с ним было терпимо. Ну ты как-то так совсем вял, вял. Что с ним терпимо? Тебе было классно? Было слегка мокро, но классно. Я после этого сейчас немножко вздремнул, и мне стало совсем хорошо. А было? Да. Смотрите, выпустим. У нас есть, кстати, видео, друзья, где мы вот как раз с Алексом при ветре 40 узлов, почти 50 на порывах. Пытаемся рулить. Да, Алекс мне даже иногда помогает. Я один не справляюсь крутить твой вал, понимаете? Он там помогает, как гидроусилитель практически. Человек гидроусилитель. Да, да, есть. Водорога. Осторожно. Есть. Водорога может быть, ну так. Да, ты штык, ты штык. Это же мотор мотором может выручить. Да, 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 пошел. Может, он уже останавливается. Девять. Да, самая заболевая пластость, когда идут боковая валка, да? Да не, боковая, ну что с нормальными? Но если открыто более море, а сейчас оно как бы затошло остров, и мы же будем выходить где-то полнее. Даже ветер уже снизился, потому что он просто выкроет. Вот где-то море, где-то море, где-то море. Когда приходит штура, обычно никто не сопротивляется. Вот так вот никто не идет, потому что там волна будет вообще не от себя. Мы просто начинаем идти ветер в спину. То есть там бороться нельзя. Там поезда за утром. В общем-то пытаюсь я по сужаркости уйти из этого центра. Ну то, что я сейчас не знаю, чтобы спрятаться за островом. Потому что чем мы ближе ближе остров, тем ближе волны, тем нам будет счастье больше. А вообще, как тебе? Ты первый раз такие попадаешь? Нет, я уже не первый раз. Нет, я имею в виду соя кузлов. Ну, был я уже раз в таких похожих условиях. Да, молодец. Ну-ка, и так, и так оно. Отлично. Это самое оно. Потому что мне больше всего нравятся ягоды. Такие условия. То есть, видите, друзья, чем круче условия, тем веселее у нас, да, и интереснее у нас на бороду. Ну, а мы, в общем-то, спрятались в бухте за, так сказать, на садине. А помад не знаешь? Продолжение следует... 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 да потому что что был что хамбасе что понимаешь всех укачала всех практически дура все ладно окей мы классические сейчас заходим а здесь то по длине мы станем по длине муринга на малых давай уже крутить начинаем не спешить держать крепко на массад идешь ты должен иначе он стукнется видишь от чем я не говорю нельзя не не мы туда вот я совсем что пока пока сейчас видите и держи двумя руками сюда когда идешь за я прошли пошли нормально я прошли прошли друзья всем привет скорости у нас сегодня что путешествие на машине а когда путешествуешь на машине вот с таким голодным львом алексом останавливаешься в каждом населенном пункте что-то ешь у нас тут такой курицу поймали ощипали уже приготовили у нас домашнее вино вот местные винодельни вот в таких стаканах в общем ребята на кояснике классно особенно когда с тобой лев алекс на кипаже если бы еще нож был и твой вообще-то да был бы нож так эти зубами ровем курицу просто зубами рвить от кого-то чуваки зубами рвешь ладно оставайтесь с нами мы вам еще не то покажем друзья мы продолжаем свой путь с садине и сначала на кояс пути с кояснике на майорку переждав тут одни сутки когда было совсем фигово задувало совсем сильно мы вышли но видите как мы можем показать что и сейчас дует очень сколько у нас дует алекс у нас 24 узла 24 узла у нас дует в принципе дует нам в лицо как всегда назовем это так летят прыгки летят прыгки смотрите алекс балдеет от такой погоды а я как стремаюсь честно скажу вся надежда на алекса за этого серьезного парня а то я чувствую сейчас будем уже ставить поюса когда ветер раздует до 30 легко легко вот видите вот такие они экстремалы экстремалы во всем в жизни в яхтинге что там в стойбойдинге да а что на стойбойде тоже катаешь нет ребят на яхту приходят те кто катается на всех видах этих экстремальных просто алексиального парня на стойборде не катаешься на яхту не пускают вот так всегда в общем бонифача пока пока бонифача пока пока корсика это был у нас наверное с корсики в этом сезоне такой крайний репортаж скажем да ну а дальше мы уже будем по ходу дела рассказывать как идет наше путешествие у нас впереди двое суток можно сказать легкого шоя по трехметровым волнам кайф 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 ну вот солнышко опускается за конечность Сарадинии это как бы последняя на нашем пути ближайшая точка к этому острову и скоро мы уходим уходим уже в сторону Монорке ну а волна сегодня была с утра вообще метра три с половиной ну вот сейчас к вечеру погода чуть налаживается жизнь налаживается успокоилась все так что вот так вот любуюсь на закат друзья что я хочу сказать макароны по-флотски это часть рациона моряков да вот и мы вот себе заварили знаете у нас была командная работа по варке макаронов один член экипажа поставил кастрюлю на плиту другой налил воды третий зажег газ четвертый кинул макарон когда вода закипела а пятый смешал это все получились вроде макароны по-флотски с добавлением тушенки настоящая морская еда вот как-то так ну а вон алекс понимаете там уплетает просто за обе щеки за обе очень вкусно вот так вот напитаемся на борту по-флотски а не а а а а а а а в а а а и а а а Поджабай, поджабай, поджабай. О, нет. Алекс, Алекс. Ножа мне, ножа, ножа. Ножа. Наш, понимаешь, надо сам на дозаправку. Вася идёт на дозаправку. В открытом океане, друзья, понимаете, ни хера, земли нет. Мы решили побухать на двух яхтах. Шучу, у нас дозаправка, дозаправка. Иди сюда. Лёха, Лёха, бери, 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 бери. Бери, 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 бери. Бери сам просто бежи, назад не возвращай, бежи. Смотри, чтобы удачи-то они вместе тухнулись, Вась, Вась. Короче, не надо, сюда подходи, чтоб вы вахли. Подтяните, подтяните, подтяните. Все хорошо, хорошо. Блядь, чтоб кто-то геллажем не пересекил, Вась, не надо. Сержок, у себя тогда крепи. Стой. Что вас так располпатило? Ай, блядь. Так, Вась, Вась, все, открепите. Вот так ноем. Укорачивайте. Это тоже назад. Укорачивайте. Укорачивайте. Прошел. Я вот этот, хотела. Береги, пусть сидите. Пусть оболтаются. Не, так оно максимально. Нет, нет. Укорачивайте. Так, крепонилы сдерживаются. Да, закрепонилы сдерживаются. Что? А? Эть, меня в сторону ловят. Ее вот так утолдались. Ну же, не, 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 не. Не, 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 не. Закрепจакли ласкал. Куда? Ускажаем! Ускажаем! Ускажаем звучание. Закреп дети cercoiay. Молодцы. Под nya кючем верить. Святые водные претарни, Молату六оч Meta, Ну вот, друзья, идем с ветром под 60 градусов. Свои стандартные крейсерские 8 узлов. Да, меньше мы редко ходим при таких ветрах ветра. Кстати, 16-17 дует. Паруса у нас взяты на рифы. Ну и вот мы свои 8 узлов идем красиво, ребята, красиво идем. Понимаете, по-настоящему ощущение, что в атаке бит, яхта летит. В общем, все по-настоящему. Так что вот так вот у нас такой яхтинг. Друзья, пришло время нам оставаться с Алексом. Расскажи, Алекс, как вообще тебе зашло это все? Отлично. Неделя была просто супер. Столько позитивных эмоций, много трэша, много экшена, как я и хотел. То есть мы оправдываем ожидания? Абсолютно. На все 120%. Так вот, друзья, если вам не хватает жизни трэша, динамики, вообще какого-то позитива, вам надо. Да, это точно.